всем привет вы на канале пользы на это здесь только быстро обзоры долгие стримы сейчас специально для вас съемка ведется на fx3 от sony эта штука стоит примерно в 10 раз дороже вместе с оптикой чем вот этот телефон на него вход будет после входа на fx3 у fx3 разумеется камера работают стандартно в автомат режиме помимо этого в том же в той же позиция поставлю этот смартфон здесь у нас интересное разумеется это стеклянная полностью стеклянная задняя крышка никаких переходников с одной стороны это минус другой стороны кому-то будет плюсом кто не привык допустим как в яблоках к этой штуке следующий момент почему я снимаю так для того чтобы у вас было понимание если вы допустим просто снимаете для себя если смысл у вас в какой-то сумасшедший камере оптики если вам это дело зайдет с флагманами я с удовольствием буду эту камеру сравнивать для этого я ее и покупал вы ощущаете как не особо хорошо отрабатывают микрофоны здесь легкий ветер вы ощущаете какая не супер классная картинка с одной стороны с другой стороны если бы и вы ее видели в исходнике они как делает youtube сжимая изображение в 95 раз все бы было круто про этот смартфон ничего плохого или хорошего сходу говорить не буду почему потому что ценник определяет что это суп флагман суп флагман это всегда не дешево к сожалению и у него должны быть какие-то супер положительные качества мне понравился здесь экран мне понравилась основная камера несмотря на то что набор сенсоров стандартен для средняков и разумеется оболочка которая мало чем отличается разумеется от всего от бибики смотрим теперь с этой камеры ну что же здесь те же 4к 60fps вся та же съемка с той же позиции против солнца основной сенсор и это ван класс 10t это улучшенная версия ван класса 10 который так и не вышел и я не могу рассуждать насколько ее улучшили потому что это в принципе отдельная линейка насколько хорош этот смартфон насколько он стабилен насколько они смогли обуздать процессор ген-1 потому что это его средний следующая реинкарнация вы узнаете по поводу герцовки и всего остального разумеется тоже в ролике почему потому что здесь есть свои подводные камни здесь допустим нет лтп здесь нет миниджека здесь не водопад хотя опять же я люблю плоские экраны и много всего но с другой стороны это все еще тот же 100 добрый старый ван класс с хорошими скидками и если брать средники разумеется я тысячу раз повторял что лучше чем ван класс 9 рт до 25000 ничего не купить что они сделали с этим смартфоном стоит ли этот суп флагман своих денег как кстати вам разница в картинке между sony fx3 с оптикой кстати тоже от sony и вот этим ван классом чувствуете ли вы разницу в микрофонах и я спалернув 99 девяти десятых процента старайтесь себя не обманывать чисто теоретически возможно вам даже эта картинка несмотря на то что мы снимаем против солнца понравилось больше в автомате смотрим сегодня вопреки всему несмотря ни на что мы будем с вами обозревать one plus из про что это такое это оля 10к про еще много миллиардов названий в начале обязательно вам о них рассказал уже коробочка как всегда красненькая большая такая приятная тактильно матовая внутри нас ждет разумеется ненужная вам макулатура следующий момент разумеется смартфон в моем случае свет довольно такой под вопросом кому понравится кому нет но все равно мне вот допустим нравится интересно какой чехол у нас чехол цвет блеск я по-моему за него тоже на али доплачивал когда мне посылали потому что мне кажется что я заказывал версию меньшего объема здесь 12 256 да мне пришлось доплатить потому что не хотели отправлять чего здесь есть и чего здесь нет к сожалению здесь нет никаких переключателей что свойственно для дорогих ван классов оля окей флагманов здесь этого нет миниджека нет и и я не вижу не уверен что здесь есть и к порт кнопка 1 2 на разных торцах по рамке вставок не вижу скорее всего она пластиковая но опять же нужно будет смотреть еще по тому что внутри кабель и зарядка на 160 ватт напоминаю что такие штуки из разряда зарядка за на 160 ватт по факту заряжают допустим вайки у 10 про у которого зарядка 200 ватт 4 минуты он заряжал при мощности 160 ватт все остальное время 67 точнее 192 ватта 205 граммов чуть меньше золотого стандарта iphone до 13 про к слову iphone 14 я разыгрываю все еще одиннадцатого числа включается все без проблем следующий момент у нас смотрим по размерам 163 миллиметра высота ширина 75 толщина с блоком камер десять целых восемь десятых без восемь целых восемь десятых миллиметра целом hello сейчас я самое интересное проверю если русский язык если он есть а он должен быть потому что это бибики никаких проблем у нас не будет здравствуйте смотрим розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны постоянные разумеется это 5 mi band of 6 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарии к любому видео подписывайтесь с колоколом не забываем что iphone 14 у меня разыгрывается 11 ноября все приходим на стрим плюс одиннадцатого числа и наверное буду консультировать что где как купить хотя сел еще раз повторяюсь начинается 1 ноября наш любимый день холостяка растянется на 13 суток перейдем же к смартфону полетели поставляется данный девайс в черные зеленые расцветки смартфон выглядит стильные в целом от ван класс 10 про дизайн мало чем отличаются тыльная часть выполнена из стекла рамки пластиковые качество материала хорошая как и сборка смартфон в руке без чехла как и с чехлом лежит комфортно а пользоваться одной рукой можно но не всегда удобно на корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости на официальном сайте указано что установлен разъем юсб тайп си версии 20 по моим тестам так и получилось к сожалению далее есть микрофоны и к порта как и миниджека не завезли ко всему этому нет переключателя режимов звука о чем я раз 30 вам напомню за ролик далее есть двойные стереодинамики звучание хорошее но не супер мега топовая для подобного смартфона она соответствует цене и dolby atmos разумеется на борту защита от пыли и влаги официально не заявлено салазки прорезинены но это ничего не значит как мы знаем летим дальше смартфон оснащен fluid amoled дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей покрыт он стеклом corning gorilla glass притом версия не указаны я не удивлюсь если они на ней сэкономили соотношение сторон 20 целых одна десятая к 9 аля как киношная в кинотеатре экран поддерживает стопроцентную цветовую гамму 10 и p3 srgb 10 битная глубина цвета тоже стандартный hdr10 на борту тоже даже для средняков плотность пикселей 394 ppi что хорошо и цветопередача отличная цвета насыщенные контрастные без каких-либо артефактов или плохого отображения того или иного света пиковая яркость 950 при прямом попадании света на экран яркости достаточно но запаса нет и при ярком освещении к примеру солнечный день яркости будет слегка не хватать лично мне не хватает автояркость на борту и работает она корректно частота обновления экрана 120 герц и настройках также можно выбрать стандартный 60 но напоминаю здесь никакого лтп о нет тоже раз 30 за ролик вспомню частота дискретизации касания аппаратного обеспечения 360 герц и 720 герц программная тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране от результата лично я вообще не в восторге я не знаю где они там полторы тысячи 360 или 720 герц видели как говорится everybody lies хотя опять же они скорее всего активируются в особых программах либо особых играх но вот что показывает теста показывает настройках дисплея также есть функции настройки такие как защита глаз улучшение цветопередачи видео повышение яркости цветовой режим экрана цветовая температура режим hdr видео режим затемнение профессиональный режим экрана так что персонализировать экран под свои предпочтения возможность есть как слову интерфейс что стандартно с другой стороны уже персонализировать даже экраны у часов можно привет вам сяоми показатели шима вы наблюдаете на экране и они далеко не радужные для ван класса стандартные скажем так глаза от экрана лично у меня не устают на людям восприимчивым к шиму советую уделить этому особое внимание хотя и не такой лютый шим как у многих самсунгов always on display в наличии далее мультитач на борту на 10 касаний откликается хорошо разблокировать экран нужно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного экрана распознавания лица сканер отпечатков пальцев работает хорошо быстро разумеется промахи проскалькивают но редко и я больше грешу на заводскую защитную пленку которая разумеется тоже на экране но ее снимать я не намерен распознавание лица срабатывает отлично даже под углом далее рамки как и подбородок небольшие не мешаются во время использования смартфона процессор установлен qualcomm snapdragon 8 плюс ген 1 с техпроцессором 4 на метра с восьми ядрами максимальная частота которого 3,2 гигагерца и вроде бы он весь переоптимизированный но я бы так не сказал графический процессор adreno 730 для игр модуль hyperboost для оптимизации работы в играх система охлаждения с общей площадью 37000 миллиметров квадратных интерфейс oxygen с 12 на базе андроида 12 версии интерфейс работает плавно и без подвисания оперативная память разумеется lp ddr5 и доступна на выбор 8 12 или целых 16 гигабайт при том внутренняя память и fs31 что хорошо но на выбор только 128 и 256 никаких 512 нет а это довольно странно потому что карту памяти не запихать а 256 вообще никак не звучит когда у тебя оперативки 16 гигабайт то есть если ты покупаешь смартфон 16 гектарами оперативы ты наверное будешь пользоваться им года четыре а за это время 256 внутренней памяти окажутся пшиком смартфон поддерживают функцию always life для лучшей работы в режиме многозадачности имеется поддержка вайфая шестой серии поддержка 5g сети что актуальны не для многих для 4g бэнды 7 и 20 разумеется на борту 10 ты оснащен в общей сумме 15 антеннами для стабильной связи звучание во время разговора приемлемая микрофон отрабатывает отлично как и датчики приближения вибромоторчик тактильно приятный и настраиваемый bluetooth версии 5.2 напоминаю что последняя версия это 5 и 3 и на все поддерживает смартфоны на данный момент можно разумеется установить мир п и оплачивать спокойно хотя большинство уже по qr-коду правда оплачивают через свои банковские программы эх вспоминаю я яблоко сразу если у вас нет этих банковских программ то установить их не все можно как вы знаете да из навигации на борту gps глонас галилео белье с а gps и qz с gps тест городских условиях показывает точность до трех метров что для данного процессора стандартно из датчиков на борту акселерометр гироскоп датчик приближения датчик внешнего освещения датчик мерцания задний датчик световой температуры электронный компас емкость аккумулятора 4800 миллиампер часов писем арк 10t отказался проходить я его раз 20 наверно включал беспроводной зарядки нет смартфон заряжается от 0 до 25 процентов за 6 минут от 0 до 50 за 11 от 0 до 80 за 18 с 0 до сотки за 25 что очень быстро 10t имеет 13 температурных датчиков чип smart charging и 128 битное шифрование для безопасной зарядки за один час просмотра видео на ютубе и вай фай на 100 процентах яркости улетает пять процентов заряда в играх за один час в целом уходит по 23 процента где-то 22 в геншине допустим 26 играть можно но постоянно лично у меня проскакивают лаги и фриза разумеется в более легких играх дела обстоят лучше я не знаю что происходит потому что это нестандартно для ван класса тем более модель не супер новая процессор аля оптимизированные все списываю на то что мне не повезло но вы должны знать несмотря на то что я фанат вот считайте ван классика с этой моделью как-то не задалось перейдем же к тестам тротлинг тест проходит стандартно на спад 249 гипсов минимально максимально 353 гипса и в среднем 287 гипсов на 100 потоках при 30 минутах 3d mark показал вайл лайф максимально вайл лайф экстрим 2785 вайл лайф стресс тест 10395 вайл лайф экстрим страст с 2778 slingshot на максимум в antutu выдал результат в семьсот сорок девять тысяч попугаев сторож тест показал пятьдесят шесть тысяч стресс-тест прошел неплохо результаты вы можете наблюдать на экране далее основной блок камер с тыльной части состоит из трех модулей лет вспышки основной сенсор sony amx 766 на 50 мегапикселей светосилы f на 18 и автофокусировкой пили и сверх широкий сенсор на 8 мегапикселей с углом обзоров в 119 целых девять десятых градусов с фиксированным фокусом и макрообъектив на 2 мегапикселя что это все значит правильно что набор камер такой себе среднячка не суп флагмана запись видео доступно в максимальном разрешении с основного модуля в 4к 60 fps замедленная съемка имеет максимальное разрешение 1080p 240 fps а также 720 480 fps оптическая стабилизация как и цифровая на борту автофокусировка по нескольким точкам пиви и ф л и ф и си и ф в наличии на борту более чем достаточно различных режимов для фото и видеосъемки к примеру есть про режим режим hdr портретный сдвиг уклон панорама двухоконный режим фокусировка на морде собаки кота роу для фотосъемки ночной режим следящая фокусировкой и все подобное фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с фокусным расстоянием на 24 миллиметра фокус фиксированные стабилизация цифровая максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps у фронталки фронтальный модуль снимает без rolling шатра съемка неплохая кроме того что стабилизация не радует и картинка получается дерган и если снимать в движении основной сенсор меня порадовал так как картинка плавная оптическая стабилизация отрабатывает хорошо и цветопередача приятная ко всему этому вечернее время основной сенсор показал себя также хорошо как всегда много примеров вы сейчас увидите но хочу еще раз отметить допустим тот же вход снимался на аппарат против солнца то есть то что смогла опять же профессиональная камера fx3 в авторежиме она снимала с защитой то что снимал телефон он снимал без защиты для оптики то есть на него падало много света это как он справился лично мне понравилось пример съемки 4к 60 fps солнечную погоду вот такая у нас счастливая солнечная штука улица и и я бы сказал что на смартфоне видно что есть стабилизация при том неплохая плохую погоду разумеется тоже протестю пока все нравится паузы есть вот и есть иксы даже если делать x10 шум шум вместо съемки и пробуем столь и стали медленно 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 по красоте и обратно вроде нет никаких фризов смотрите сами фронталка 1080p 30 fps это максимум что она может но хорошо что так с другой стороны никаких вам rolling шаттеров как каких-то топовых сяоми и в принципе вроде бы автофокус работает хорошо 4к 60 fps смеркалась и вот так снимают основная камера в маленьком парке у ван класса 10 до аля флагман и учитывая что уже сумерки перекрашивает чуть-чуть во всяком случае на самом экране небо но если брать цвета цветов отрабатывает он неплохо вот автофокус отрабатывает не лучшим образом раз они от обучился смотрите-ка или нет слишком резаки к нему на вот так в целом если даже идти быстро это не супер стабилизатор работает он хорошо по поводу огней учитывая как и какие они яркие мне кажется что здесь довольно много люменов камера показывает себя неплохо зайчики отсутствуют они даже видно как мерцают но вам это не видно и от хорошо немного фронталки в сумерках 1080p и он по подключает за счет экрана сам смартфон подсветку ну неплохо у него получается стабилизация на экране нулевая возможно она будет неплохой когда вы будете смотреть все это дело на мониторе но сейчас роллинг-шатра в отличие от некоторых сяомитов топовых прошлогодних и не только здесь нет немного двухоконного режима на саморазряде можно здесь сделать x2 роллинг-шатра нет основная камера 4к 60fps съемка на месте с двух рук и неплохо он снимает даже плавненько когда переводишь а вот увеличение со срывом x10 максимум если двигаться вперед назад принципе все неплохо а вот фронталка по фото не любят солнце даже видео лучше снимает чем фронталка делает фото опять же тоже фронталка тест фронталки солнце парк и неплохо неплохо но и ничего хорошего потому что это биби кей никаких суперских фронталок у них нет есть просто неплохо основная камера 4к 60fps 10t съемка вообще с одной руки легкой походкой между получается елок ну вы сами видите что со светом вот там если бы было все хорошо вы бы видели очертания гор но не все хорошо и сейчас попытаюсь сфокусироваться и показать вам вот она появлялась вот она вот она вот глазами я вижу это дело лучше чем вы сейчас в зуме и это не хорошо теперь вы увидели чуть-чуть перри перекрашены небо потому что она менее яркая чего сейчас облака вам показывается легкие легкие нелегкие решать вам основная камера жаль нет ультра ширика для съемки 4к в 1080p и вы видите как он снимает если идти быстро 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 в принципе справляется но опять же я считаю что это все лобутень лучше купить стабилизатор диджай и все будет в огне 4к 60fps съемка с одной руки и вот так вы сможете снимать если медленно если встать если увеличивать главное увеличивать не получается только как-то обрывками и картинка разумеется плавает шум 4к 60fps основная камера и вот так солнечную погоду против солнца там довольно хорошо видны горы будет снимать этот ванпласт довольно плавненько сейчас он их сделает x10 и обратно тоже довольно плавно еще немного основа центр анталии старый город еще немного топового вида спуск довольно опасники что здесь довольно скользкие ступеньки но вы зато можете посмотреть как работает стаб если ты спускаешься и стараешься не упасть теперь я в одной руке держу смартфон правой рукой придерживаюсь за перила потому что ступени конечно без разряда можно очень легко убраться вот так выглядит бухта кораблики и облака плюс горы там находится кемер как я понимаю хотя может быть это продолжение нет наверно это все таки продолжение анталии вот там уже кемер 4k банка ван класс 10t и это пример съемки в 4к 60fps с одной руки пока стою сейчас начну двигаться на улице довольно светло но вот вижу что допустим здание даже основная камера при попадании на них солнце довольно плохо цепляет что это значит слишком слишком много бликов опять же возможно это ошибка потому что на одно дело я вижу на смарте другое дело вы увидите у себя на экране всегда все к сожалению довольно сильно разница если брать стабилизацию в 4к 60fps вы увидите сейчас я попробую в 1080p 60fps сделать то же самое 1080p 60fps сейчас мы посмотрим что у нас со стабом если ходить ну да он разумеется лучше отрабатывает лучше вывозит и по большому счету напоминаю что разумеется основная масса людей снимать 1080p 60fps хотя я в основном мучаю аппаратов 4к 60fps это раз два ваши экраны чаще всего не касается всех 4к воспроизводить еще и с сжатием youtube еще и учитывая трафик не могут и по большому счету вот такая картинка с такой стабилизацией такими облачками которые здесь по большому счету прорисованы лучше чем я их вижу то есть я вижу какую-то мута тень они дорисовывают что вот такие внятные облака получаются на картинке bosch пешеходная улица тишина и вот так основа отрабатывает фронталка 1080p прогулка светло вы только что основную камеру скорее всего видели ну это больная тема по поводу тряски не все так критично а вот по поводу картинки разрешение хотелось бы побольше видите здание позади меня правильно вы видите их кусками это нехорошо из разряда того что хорошо я могу отметить один простой момент разумеется пишется микрофон не с наушников а самого смарта хотелось бы ответить то что я попробую на пробежку ночью взять этот смарт и мы посмотрим как он будет работать из разряда аля экшн камера в ночи будет интересно будем разбавлять так что пишем комментах чтобы я продолжал их мучить эти бедные смартфоны чтобы вам было интересно и мне было интересно снимать немного двухоконного режима и в целом опять же условия съемки мы помним что здесь бежим света много с одной стороны это плохо с другой стороны это не темнота разумеется в двухоконном режиме можно делать x2 но перемещать ничего к сожалению нельзя можно еще включать flash но она у меня сейчас флешка отключена потому что разряжена батарея разумеется можно снимать с кружочком кружочком кружочек двигать но менять режимы не только делать x2 на основную камеру все как у всех любителей 4к 60fps это про футблогеров хотя здесь наверно важнее для инсты фотографии говорится simple clava 4к 60fps и вот это должно выглядеть красиво то есть если вы видите у вас есть ощущение что картинка вас радует она сейчас вас и должна радовать вот здесь вот этот вид несмотря на урбанизм абсолютно бесконечный но вот эти горы они конкретно смазывают впечатление от города в хорошую сторону и вот еще немного красоты против солнца развернемся и все неплохо можно делать параллельно фото можно параллельно разумеется ставить на паузу фонтаны это конечно классная штука даже маленькие особенно у т.ц. вот в баку также любили воду добавлять т.ц. хотя у нас тоже есть с фонтанчиками т.ц. еще совсем немного гор в галейке далеке основная камера смеркалась 4к 60fps и вот так неоновые вывесочки в солнце которое уже уходит закат может снимать этот смарт 4к 60fps ночная съемка 10t и вот так он ловит зайчика но зато не потеет правда неплохо он снимает если встать и плавно повести я даже обрывов никаких не вижу а хотя вот видите с неоновой вывеской но это не не он это прямо освещение такое прилично он отрабатывает не идеальным образом и вот фонарь ему не нравится прям совсем немного фронтал очки которые днем то не супер мега крутая но ночная съемка 4к 60fps маленькая площадь немного воды тест основной камеры 4к 60fps если не навернусь будет хорошо включена вспышка авто но по-моему она работает да она работает и ночь-ночь арабская ночь максимально все темно с одной стороны с другой стороны здесь все великолепно освещается поэтому вы должны видеть более-менее приличную картинку 4к 60fps я не знаю как по вашему мнению основная камера отработала с фото мне это дело понравилось как это дело работает с видео вы сейчас видите ночью если включить флэш то особо сильно ничего не меняется сейчас включена подсветка да и вижу шум и я вижу море шумов я вижу что допустим вот яхта там вдали она практически для вас не видно но ее тоже не очень хорошо вижу реально темно объекты допустим на горе я вижу более-менее я думаю вы тоже их можете наблюдать но то что у нас с небом нужно уже смотреть на больших мониторах почему потому что вопрос шумов если там они есть то это плохо если их нет то все хорошо а вот фронталка молодцы с одной стороны разумеется позади меня практически ничего не видно с другой стороны нет rolling шатра и есть довольно неплохая подсветка да шум но во всяком случае лицо черты лица можно рассмотреть о том чтобы рассмотреть всякие волосики это конечно уже проблематично шум неприятный но локация прослеживается ну не все так плохо еще немного ночной съемки ночная жизнь натали ночь дождь съемка под зонтом и вот так великий ужасный ван класс справляется мне нравится его стабилизация просто сейчас я параллельно продолжаю уже месяц наверное мучить бедную моторолу и когда-то моторола x30 про используешь и после нее используешь ван классовский топ хочет называть его топом хотя по большому счету я бы не сказал что они позиционируют его как аля флагман почему в конце концов где нас механический переключатель а друзья нету начни флагман официальной защиты от влаги нету начни флагман а снимает он классно даже ночью даже под дождем опять же мое субъективное мнение вы можете видеть что-то другое немного фронталки ночь и съемка под дождем разумеется дождь подключилась автоматическая подсветка не знаю почему потому что с одной стороны вроде бы и был под получается фонарем но все равно smart определил что недостаточно света не будем его мучить и снова ван класс у меня после motorola вот эта надпись motorola не способна была определить с мы тоже самое нет асма принципе она понимала и зайчики ловят они примерно одинаково то есть вот такая вот беда с одной стороны с другой стороны с неоновыми вывесками ван класса все намного лучше идет дождь из кафешки звучит довольно громко музыка сейчас я открою зонт и наверное ему станет слегка полегче ветер довольно сильный поднялся но чем хуже условия тем лучше нам правда тем больше вероятность того что мы увидим какие-то еще недостатки в съемке либо достоинства давайте ночной автофокус проверим раз два три но это еще выразительное отличие motorola который у меня конкретно на руках от ван класса motorola может адекватно ловить автофокус даже днем только в 1080p 30 fps может опять что-то они подразумевают нужно включить но вот на данный момент так и трамвайчик увидим как он шумит но он не особо шумит это не сравнить с тем что мы привыкли поэтому я не думаю что вы здесь много шумов сейчас услышали если вообще услышали мелкие объекты крупные объекты присматриваемся края чуть-чуть искажает чуть-чуть заторможена картинка но без откровенных фризов не подлагивание то есть я веду картинку на смарте вижу чуть чуть позже но все довольно плавно происходит немного ночной фронталки 1080p и позади меня даже что-то видно что хорошо но в каком-то смысле и местами удивительно минус в том что нельзя немного увеличивать картинку и разумеется минус серьезно это в разрешении хотелось бы наверно сто раз за ролик скажу чтобы бибике и вспомнили что есть еще 4к у фронталок можно добавить там не знаю 10 долларов стоимости тем более процессора они пихают оперативку пихают внутреннюю память пихают приличную с хорошей скоростью чуть-чуть фронталки и все и цвет блеск основная камера немного теста в лифте если вдруг решите снимать себя в лифте то вы знаете как это будет выглядеть теперь с этого смартфона немного двухоконного режима разумеется кружечку можно двигать основная камера делать x2 но я вижу под призывание еще немного 4к красот легкий дождик легкий ветер который вы вполне возможно слышите нелегкие движения стульями и вот такие виды смотрим x x10 максимум и он разумеется бесполезен как говорится смеркалась конечно красиво облака рассеянный чуть-чуть свет и зелень никогда бы не подумал что это скажу но очень сильно не хватает ультра ширика у основных модулей потому что вот это вот дело всегда захватывается только кусками понятно если ты говоришь на фронталку здесь норм никакого там роллин шатры и стабилизации есть в отличие от отж 30 ультра но это с одной стороны а с другой стороны мы имеем проблему отсутствие ультра ширика 1080p как говорится воды в ролике мало не бывает но для чего вообще сейчас этот подсъем вот смотрите сейчас я снимаю 1080p резкие движения скорее всего плавность появится и вы уже будете их видеть другими теперь я попробую в 4к ту же самую картинку и также двигать и вот оно 4к 60 fps никакой супер стабилизации не стоит потому что опять же 4к 60 fps ее включить нельзя но и 1080p она не стояла видите разницу вот скорее всего еще раз повторяюсь 95 процентов пользователей кто сейчас смотрит этот ролик разницу не увидит поэтому задаем себе вопрос стоит ли вообще покупать что-то ориентируясь например и съемки в 4к это вам пожалуйста x10 абсолютные шумы и понятно день не солнечный но света пока хватает то есть все что он может и это неплохо слову по поводу автофокуса давайте проверим раз два я понимаю что много раз за ролик но это все пережитки моторолы если бы я с ней не мучился и не думал что у меня глючит что у нее нет вообще автофокуса до 1800 10 при 30 fps я бы другие аппараты так мучить не стал при том ультра ширик для фото имеется но опять же понятно эффект рыбьего глаза и принципе фотографии на ультра ширик я не считаю чем-то полезным хотя возможно видите видео начал считать полезным и фото начнут пересмотрела как он вход-выход записал шикарно вообще и лучше красиво записывает который я правда не вижу невооруженным глазом а смартфон видит видите в чем плюсы смартфонов какие-то там яхт очки x10 не только яхт очки минусы нет защиты от влаги нет миниджека нет и копорта нет возможности расширить внутреннюю память вставив micro sd псевдо стерео хотелось бы полноценные два динамика да и вообще в принципе к минусам я отнесу цену которую можете посмотреть по ссылке в описании к видео она конечно адекватно но вот это вот конечно и адекватно понятие растяжимое если на момент вашего просмотра она как-то просядет вы ощутите и поймете нет сани не прав вот сегодня она как раз то что надо те кто собираются подобрать себе смартфон еще раз мое отношение к нему базируется на стоимости за которую я его приобретал без чехла однозначно его носить нельзя он безумно скользкий не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи телеграм-канал скидок по ссылке в прикрепленном комментарии там будет много всего интересного с 1 ноября да я думаю даже пораньше потому что ощущение у меня что курс они специально понизят и как биржевой у нас будет стабильное ощущение что у нас великие ужасная распродажа потому что помним что уже порог подняли до 1000 евро для покупки то есть любой ноутбук любой телефон вы можете себе приобрести без оплаты таможенные пошлины в российской федерации товары последнее время прилетают мега быстро всем кто оставит любой комментарий огромное спасибо за просмотр и за поддержку канала и резюмировать я бы хотел довольно просто вот смотрите вот такую конструкцию надеюсь что смартфон смог это дело поймать я с собой таскаю для того чтобы сравнивать с основным фотоаппаратом опять же тире камерой вот эту штуковину под названием ван класс 10 т имеет ли она право на жизнь до купил бы я ее нет почему я могу вам долго рассказывать что здесь нет лтп у то здесь герцовка не от нуля до бесконечности герц по одному герц он не добавляет я могу долго и упорно рассказывать что разрешение здесь не супер максимально здесь нет официальной защиты от влаги хотя к слову официальной защиты от влаги нет и в 10 pro ван класс 10 пров 9 про она была его топил ролик может посмотреть любое на тот и на другой смартфон с третьей стороны а что у нас из флагманов если не брать оповский бренд который x5 про на канале уже есть обзор можно было топить viva x80 про тоже можно было топить про топить забыли не джека здесь нет здесь нет переключателя режимов и сенсоры опять же довольно такие скромненькие по меркам 2022 года почему этому аппарату сегодня скажу нет потому что сегодня xiaomi 12т про можно купить за 38 тысяч рублей если вы смотрите этот тот момент когда сяоми 12т про в телеграм-канале скидок можете посмотреть ссылка осталось или нет активно или нет в описании к видео если он уже 56 то этот аппарат стоит рассматривать почему потому что это суп флагман есть флагманы если можно купить флагман у другого бренда пусть даже он мне не нравится по цене суп флагман этого бренда почему айкио 10 я не могу рекомендовать хотя он мне понравился даже x80 потому что все они в том ценовом диапазоне который к сожалению не может перекрываться флагманами от сяомитов либо флагманами от риме если вы спросите про средняк сегодня я постил риме gt neo 3d он стоил 22 тысячи рублей разницы между ним и этим аппаратом ну да чуть-чуть в материалах но по большому счету этот те же тапки только в профиль one plus ace не racing edition не путать и вот это дело она не имеет такой огромной разницы в плане железа и всего остального но имеет огромную разницу по ценнику потому что это дело стоит получается практически на 50 процентов даже на 60 процентов дороже я понимаю что резюмирую в этот раз какой-то не особо упоротая на железо потому что если по железу еще раз защита от влаги нет нет переключателя механического режимов нет миниджека ltp из автоматической герцовки все о чем здесь говорить я не знаю 8к тоже нет что здесь есть здесь есть классный внешний вид здесь есть довольно хороший экран здесь есть довольно хорошая съемка как вы видите но это плюс-минус все как у всех еще раз повторяю за это же эти деньги я бы смотрел на вашем месте что-нибудь из-за новинок пусть даже других брендов пусть я ван класс люблю но других брендов сегодня завтра тире через неделю в каналах скидок у меня еще у кого-то потому что это будет выгоднее если подобные девайсы как этот покупать не во время распродаж не во время старта продаж это неразумно с другой стороны если вы пришли в магазин он вам понравился я однозначно могу его рекомендовать так что от меня девайс нет не забываем поставить лайк подписаться на канал написать в коментах что еще купить на обзор смотрим на лайв канале есть запись мучительная как я разыграл три смартфона вчера и 5 мебендов здесь ужасный интернет интернет скоро будет хороший и стримов будет больше спасибо за просмотр всем кто оставит любой комментарий огромное спасибо вы помогаете проекту добра и удачи вам дорогие друзья